Молочная Балка, 7-6 километр, Красная Горка, Северный и два участка в районе Сапунгары. Эти территории сегодня представили на градостроительном совете для создания там жилых микрорайонов. Сейчас Севастополь страдает от нехватки учителей, врачей, а привлекать специалистов можно на достойную зарплату и служебное жилье. Но возводить его пока негде, поэтому решено определить несколько территорий, где возможно создавать новые микрорайоны. Задача появилась, и она исходит прежде всего из поручения президента, связанного с моим обращением по поводу строительства служебного жилья для бюджетников города Севастополя. После чего было принято решение не строить жилье непосредственно, провести анализ градостроительного потенциала города, потратить на это средства федеральной целевой программы, обосновать возможность территорий, которые могут быть под такую застройку жилую. Проект может дать городу почти 4 миллиона квадратных метров жилья, из них 270 тысяч – жилье для бюджетников. Первые квартиры могут сдать уже в 2023 году. Примечательно, что планируемые микрорайоны во многом совпадают с маршрутом будущей городской электрички, которая идет фактически по периметру города. Перспектива застройки по этим территориям порядка 10 лет. И мы видим, что в городе, скорее всего, это предельные параметры по застройке по всей городской территории, которые возможны. Потому что анализировали всю городскую территорию, и это территории, которые возможно сейчас, с учетом определенных ограничений, развивать. Что происходит дальше? После того, как мы выбираем территории, которые идут в дальнейшее развитие, мы должны будем погрузить эти территории в правила землепольной застройки, в границы комплексного развития. Для того, чтобы эти территории, все территории имеют собственников, и по договору комплексного развития территории с правообладателем заключается договор о развитии этой территории. Из семи предложенных территорий под микрорайоны надо выбирать хотя бы три варианта. На сегодня у градостроительного совета ушло два часа бурных обсуждений, но к единому мнению пока не пришли. Долосование сегодня проводить не стали. Губернатор поручил уточнить все вопросы, которые прозвучали, и вернуться к обсуждению перспектив строительства через две недели. Пальнокольт Андрей Тымчук, Андрей Вовк. Новости Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова